Привет, друзья. Российский народ в минуту угрозы существования России поднимется на священную борьбу с Западом и, как в былые времена, победит вражину. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. То, что я озвучил сейчас, это план. План, который написали в Кремле в тот момент, когда окончательно накрылся ночной вазой, план быстрой и победоносной войны с Украиной. И вместо прохода парадных расчетов по покоренному Киеву, Одессе и Харькову, во всей России начались похоронные дефиле тех, кого отправили на чужую и, на самом деле, непонятную простому россиянину войну. Потому что как-то вместо кучки бандеровцев и нацистов, засевших на Печерских холмах, против России вступил в борьбу весь украинский народ. Тем самым превратив освободителей в оккупантов. И российской пропаганде был спущен указ, во-первых, срочно объяснить народу, как так получилось, что нацистов и бандеровцев в Украине почти весь народ. А самое главное, с кем же теперь воюют русские витязи и вся страна. И тут, конечно, никакая, даже самая обандеренная Украина не подходила. Потому что даже глубинному и туповатому зрителю шоу «Вечерний шепту звон» ну никак не объяснить, почему витязи спустя два года войны все так же не могут разнести в клочья страну, которая в 28 раз меньше, чем матушка Раисе. А вот Западу, Запад — это цель весомая и достойная. С Западом можно воевать бесконечно. На борьбу с Западом можно поднять весь народ. Противник-то привычный, зловредная НАТО. Она ж сидит у русского человека на подкорке, как воспоминание о вкусном советском пломбире. Даже если перед нами особь, рожденная в 90-х годах прошлого века, этого пломбира никогда не пробовавшая. Поэтому вся пропагандонская рать стройными голосами начала выводить рулады о Западе, который хочет Раисюшку извести. О том, что и не любили они нас вовсе никогда. И что им от нас только ресурсы нужны. А души наши они так и не поняли. И так далее, и тому подобное. Ну и привычно, конечно же, принялись развешивать ярлыки. Вот как старые добрые нацисты и фашисты, от которых, опять же-таки, на уровне бессознательного у россиян по-дедовски должны были сжиматься кулаки, так и новые ярлыки про геев и трансвеститов, от которых должно было сжиматься несколько другое место. Но, как всегда, в России что-то пошло не так. Если картинки гей-парадов и их веселых участников таки заставили сжаться сфинктер Ани, причем как экстернус, так и интернус, на всякий случай, да, нацисты с фашистами, которые и должны были поднять по привычке народ на ратные и производственные подвиги, как-то прошелестили мимо. А воевать-то надо? Так за что же воюет россиянин? Неужели все дело только в деньгах, в этом презренном бабле, в этой разноцветной бумажке, которая год назад стоила дороже, чем сейчас, а будет стоить еще меньше? Чтобы разобраться с этим вопросом снова, потому что устремление народа, даже такого, как российские, это дело динамичное, мы встретились с Тарасом Загородним и с Игорем Эйдманом. Оставайтесь, будет интересно. Нужна ваша компетенция в области российских чаяний и российских устремлений, потому что я вот задумался после двух лет войны снова о мотивации, которая есть у большинства россиян воевать, за что воевать. Да, потому что у меня вот есть ощущение, что все так же мотивация идет, ну вот трехлетней, почти там двух-трехлетней давности. Близость НАТО, спасем русских в Украине. Вот эта вот старая песня, она до сих пор остается, мне кажется, главной в российском нарративе. Неужели российская власть не может придумать что-то нового? Нет, вы знаете, я с вами не согласен. Главная мотивация большинства россиян, которые участвуют в этой войне, непосредственно, элементарно, это просто бабки, денежные средства. Больше это главная и единственная их мотивация. Большинство россиян, которые там воюют. Какие-то есть, конечно, и какие-то идейные фанатики, типа какого-нибудь Стрелкова Гиркина. Но, во-первых, их становится все меньше, потому что иных уж нет от тебя далече. Кого-то уже убили давно, потому что они уже давно в основном воюют. Чуть не с 2014 года. Ну, это первое. Второе. Некоторых уже давно репрессировали, свои же, как Стрелкова того же. Кто-то самоубийством покончил. Тоже была недавняя история про одного военкора такая. Да. Так что идейных мало. А в основном это люди воюют, и мотивация у них главная. Это просто набить карман. Тут какая ситуация. Люди... Путин использует в этой войне, по преимуществу, ну, по крайней мере, рядовой сержантский состав. Это преимущественно жители депрессивных регионов. Люди поднявшиеся, вернее, не поднявшиеся, а скорее оставшиеся на социальном дне, только надевшие при этом погоны. К тому же еще и уголовники, и... Ну, очень много там мигранты, которые заставляют, частично покупают. Ну, то есть как бы никакой там идейной мотивации, конечно, даже нет. Вряд. То, что вы говорите, это нарративы пропаганды. Нарративы пропаганды. Это немножко другое. Потому что мотивация воевать, она как бы идет изнутри человека. Человек загорелся, я родину бросил, пошел воевать, чтобы землю в Галинаде крестьянам отдать. Вот такое бывает. Но не в путинской России, понимаете? Чтобы там отдать, чтобы уголь в Донбассе шахтерам отдать, я думаю, вряд ли кто. Пошел воевать для этого. Нет. Я как... Да. Но нарративы пропаганды, это другое. Нарративы пропаганды, это нечто внешнее. Тема еще одна, которая меня очень радует, в кавычках, да, и улыбает, это тема о том, что на нас... Мы жертва. Мы жертва. На нас все время хотят напасть, на нас все время нападают, у нас хотят отобрать наши все, что у нас есть, и так далее, и тому подобное. Как ты думаешь, вот этого мнения придерживается большинство россиян? Да. Ну, это старая добрая идеология, идеология сужденной крепости. Это не мы нападаем, а на нас нападают. Это, ну, обычно, опять же, история об основании любой агрессии в данном случае. То есть, это не... они плохие, точнее, не мы плохие, они плохие, они хотели на нас напасть. Абсолютно все четко, ясно, понятно каждому обывателю в России. Слушай, вот этот вот же нарратив, он же, насколько я понимаю, он больше советский. то есть, вот они, по большому счету, 70 лет прожили в... Так, как и некоторые из нас, да, которые жили в Советском Совете, прожили в осажденной крепости, которую проклятые капиталисты хотели все время уничтожить. После этого был короткий период, где-то с 92-го, 93-го по 2000... ну, наверное, там, 10-й год, когда этой осажденной крепости не было. А потом они снова привычно вернулись в... Запад нас хочет уничтожить. А что такое Советский Союз? Это рекомендация Российской империи. Хорошо, благодатно. Почему марксист так хорошо зашел именно на территории... Ну, о России, а не в Германии, например. Ну, потому что он хорошо... Хорошо вошел и соответствует новому империализму. То есть, революция во всем мире, это та же имперская идея, которая получила очень хорошую идеологию. Кстати, очень грамотно сработанную. Поэтому тут не имеет значения Советский Союз, не Советский Союз. Это реинкарнация того, что есть. Дальше начался ресентимент. То есть, это обычная история для России, как или любой империи, которая не была побеждена. Не была побеждена. Вот для того, чтобы вытравить вот этот имперский нарратив из немцев, пришлось разнести Германию просто в шейфе. и оккупировать ее. И еще долгое время проводить донацификацию. И то, если ты там есть, по-моему, осажденная мобилизированная нация, по-моему, книга очень хорошая, там вот выдержки, что 1946-1947 год проводили исследования американские социологические. Немцы, в принципе, были за национал-социализм. Они были, они только исходили из того, что, ну, идиоты, руководство попалось. А так, в принципе, все нормально. До середины, это чуть ли не, там, если Гитлер там пошел снова, условно говоря, на выборы, то, я думаю, процентов 50 он все равно занял на, там, послевоенной Германии. То есть, пришлось проводить вот так называемую донацификацию настоящую. Проводили, это все десятилетие проходило, для того, чтобы поменялось поколение, для того, чтобы это было сделано, для этого пришлось оккупировать Германию. Там до сих пор американские войска стоят. Для того, чтобы все эти демоны не вышли наружу. Я уверен, что, знаешь, если чуть-чуть потереть, тогда, что тут вот этот верхний слой, эти демоны снова появятся. И поэтому не надо, да, у России не было рассентимента. Они уверены, что они проиграли холодную войну за козни американцев. И понятно, что пошел рассентимент. Это, опять же, повторение ситуации с Германией после Первой мировой войны. Вот главная ошибка союзников в Первую мировую войну, это было то, что Германия же не была оккупирована. То есть, немцы, немцы были уверены, что они выигрывают. Все нормально. А тут вот нож в спину. А потом пришел Гитлер и объяснил, почему нож в спину. Дальше генералы, которые проиграли войну, тоже всем объясняли, не мы проиграли войну, а это потому, что был нож в спину. Все, пошел рассентимент и так далее. Если продолжать разговор о пропаганде, как вы думаете, насколько россияне понимают сейчас, что вот все вот эти вот пезицы пропаганды про Киев, про Отецу, что они на самом деле, насколько я понимаю, насколько я могу себе представить, уже даже в планах Кремля отсутствует. То есть, взять Донбасс, это то, на что Кремль действительно рассчитывает и после этого начать переговорный процесс. Понимают ли россияне, что все разговоры про Одессу, про Харьков, про Киев, это бла-бла-бла? Опять с вами не соглашусь. Я не думаю, что Путину и отцель взять Донбасс. Этот ему Донбасс нужен, как коровье седло. Абсолютно не нужно. Он хочет захватить Украину, естественно, всю. Действительно, его планы явные, явно, также явно провалились еще в 22-м году, когда его отовсюду выкинули. Но он же маньяк, он маньяк не в смысле ругательства, а в смысле медицинского диагноза. То есть, он будет продолжать эти попытки. И что интересно, пропаганда тоже подстраивается. Вот недавно вот этот Кадыровец, которого назначили Министерство обороны России, Иглаудинов, или как-то его... Апти Аладдин, да, да, Апти. Апти, да. Вот он ему недавно, буквально на днях на российском телевидении сказал, продвинул следующую, значит, концепцию, что воевать они собираются до 2030 года, а там они, значит, всех победят, и страны Европы, НАТО развалится, а страны Европы на коленях приползут, значит, к ним непонятно для чего, к трону, в общем. Апти, да, то есть у них, теперь видите, они другую концепцию подвигают, они людям говорят, ну да, не получилось сразу, но ничего, ничего, мы все-таки дожмем. Это знаете, как вот с коммунизмом было в советские времена, да, что там коммунизм, Хрущев там, еще наше поколение будет жить при коммунизме, коммунизм построен в 1980 году, сказал Хрущев в 1960, а дальше, как известно, как Хаджан Середин говорил, да, который обещал научить Ишака говорить по-человече за 20 лет, что дальше или Шах, Шах он обещал, что дальше или Шах сдохнет, или Шах сдохнет, то что, так и они сейчас, да, вот они обещают теперь уже к 2030 году, вот, так что они изменили риторику, безусловно, да, но и с одной стороны, с другой стороны, я думаю, Путин, лично Путин, от целей своих, конечно, не отказался. Достаточно большое количество при непрямых вопросах отвечают, что в принципе нафиг мне нужен этот Донбасс и нафиг мне нужен этот Крым. Они же работали в течение длительного времени на атомизацию общества, да, на то, что каждый сидит у себя в квартире, взятой в рассрочку, да, и его не интересует, что происходит там за окнами этой квартиры, кроме как... Это не так, это не так. Это, смотри, там же очень просто тоже социология. Многие против войны, ну, против войны, но если станет вопрос, нужно ли уходить с уже оккупированных территорий, да и боже, 10 процентов. Все, все очень просто и понятно. То есть я против войны, но пусть все остается так, как и сейчас. Конечно, не, мы сейчас, ну, мы сделали ошибку, мы недооценили противника. Надо сейчас остановиться, перегруппироваться и снова напасть. Все понятно, это ползучая вот такая вот экспансия, которая заложена в имперском сознании россиян. Слушайте, а вот этот вот тезис недавно по... Наша шахерезадняя Маргарита, да, она высказала опять тезис о том, что, мол, типа, Запад, оставьте нас в покое, а мы тут сами с нашей Украиной разберемся. Вот этот вот тезис о том, что нет никакой Украины, а просто Россия возвращает свое. Насколько этот тезис сейчас, после двух лет войны, находит понимание вот в том самом глубинном народе, который с дешираком вот это вот на диване? Понимаете, вы как-то серьезно все к этому относитесь, понимаете? Нет у него, у этого глубинного народа никакого мнения, понимаете? Можно исследовать общественное мнение там, где есть общество, а там никакого общества нет абсолютно. Там, что сказали по телевизору, они и присягнули. Понятно, это не все россияне, есть люди оппозиционных взглядов, либеральных взглядов, но это не меньшинство, а большинство, особенно в более старших поколениях, особенно, конечно, в старших поколениях, они абсолютно сидят на игле телевизора и признают любые месседжи телевизионные, главное, чтобы их лично не трогали. Вот они готовы признать все, что угодно там, и что вообще нужно, не знаю, Белый дом уничтожить, разрушить ядерным ударом, но главное, чтобы их лично не трогали, чтобы их жизнь не менялась, чтобы их никуда не забирали на войну, чтобы у них не отбирали деньги, чтобы у них не отбирали там возможность, скажем так, то, что у них есть, да, вот эти какие-то социальные практики, да, чтобы их сохраняли, чтобы они могли ездить на свою дачу, на своей машинке, чтобы они могли там жарить шашлычки и пить водочку, а что там дальше, будет им абсолютно наплевать, им проще сказать, да, я за Путина, чем как-то пытаться поставить это под сомнение, чтобы чувствовать себя каким-то какой-то белой вороной, изгоем, все это неприятно, да, а так им по большому что-то по барабану, то они идут по линии наименьшего сопротивления, просто присягнуть при власти, да, и вечно сказать, да, мы за власть, но вы нас только не трогайте. Как ты прокомментируешь конфликтов с ветеранами СВО, которое происходит на России, причем конфликтов не когда ветеран выступает источником этого конфликта, а когда там какого-то ветерана отметилили всей компанией возле ночного клуба, там кому-то сказали, что мы тебя туда не посылали, там еще кто-то и так далее и тому подобное, то есть у них нет вот этого пиетета, который был, например, к ветеранам Великой Отечественной войны в Советском Союзе в 46-м, 50-м или 53-м году, да, у них есть счет в целом. А какой пиетет был к ветеранам в 50-х, 60-х годах? Ну смотри, все равно, насколько я помню, что... Взяли, собрали, взяли, собрали, на Соловке отправили. Это инвалидов, это типа инвалидов, а ветеранов, которые... что-то общество сказало, что оно не знало об этом? А какое отношение было к ветеранам? Ну это, вот ты знаешь, это постзнание называется. Вот. Ну, были там ветераны, там, вот многие, но это 70-е, 80-е годы, когда раскручивалась история, связанная с новым победовесием, потому что сдох миф гражданской войны. А так, к ветеранам было абсолютно такое же скотское отношение, ничего никому, ничего не давали, умирайте быстрее, не напоминайте о том, что мы проиграли в действительности эту войну. Потому что, когда... День же победы не был праздничным. Не праздновал же победы. День победы не был праздничным, он появился только при этом, при Брежневе. Хрущев, как член Политбюро Сталина, понимал, что никакого праздника нет. И он даже не думал этого дела. Все буднично, нормально, вот ты вернулся, все, ты использовал это, теперь иди возвращайся в эту жизнь. И поэтому тут ничего такого я не вижу. А касаемо... Ну, конфликты это такое, как бы, знаешь, ну, такое там получается, там получается. Но это мы просто гиперполизируем вот эти вот проблемы. Наоборот, это новая причина, на которую будет делать ставку Путин. Он, в принципе, это уже делает ставку. То есть те, кто СВО, это новая элита, новые опричники, которые будут бегать и потом ловить этих смердов, убивать их, насиловать. И ничего им за это не будет. Поэтому тут вообще я не вижу больших таких проблем для россиян. Что должно происходить, например, в жизни простого россиянина, для того, чтобы он и с этой своей атомизацией, и этого своего автоматического повторения того, что сказали по телевизору, вышел в какое-то другое состояние. Да, не настолько вот там, типа, оживотвленное. То есть, он из животного перешел в состояние человека, который понимает, что происходит вокруг. Что должно пропасть из магазина? Что должно происходить на улицах? Нет, это не произойдет никогда. Понимаете, если у человека в голове опилки, ну, уже ничего не поможет абсолютно. Другой вопрос, что они просто изменят свою позицию. Но самый простой способ, и, кстати, такой был уже неоднократно в истории России, самый простой способ, что просто там произойдет какой-то переворот, значит, или Путина убьют просто, а завтра выходит к диктору и говорит, что все ровно, и начинает вести пропаганду ровно наоборот, да, о том, в общем, зачем мы полезли в Украину, зачем мы испортили отношения с Западом, это все вот преступные клика Путина, это сплотившаяся вокруг него банда жуликов-поваров, значит, прекрасных каких-нибудь, какой-нибудь прекрасный певчик пассионарный, да, выпускает на телевизор, вот наш там президент. Вы думаете, кто-то там будет протестовать, что ли? Я думаю, нет, как никто не протестовал, когда, ну, никто не протестовал, когда в 91-м году СССР ликвидировали. Я это прекрасно помню, я уже взрослый был человек, я помню, мы там гуляли с моими друзьями по разным барам, там, и все друг с другом это поздравляли с этим друг с другом. Я уверяю вас, из них, из этих людей, наверное, многие еще недавно считали себя патриотами. Так же сейчас. Боже, неправильно я понимаю, никто не протестовал? Да, да. И второй вариант, если как бы вот, то есть люди видят, что власть ослабла, и ситуация просто изменилась, уже какие-то разные центры власти, и у одних одни идеи, у других другие, у одних одни требования, у других другие. Человек дезориентируется, да, одно дело, когда человек сидит около телевизора, да, и у него только идет вот этот поток взаимодействия между двумя объектами, пустая голова человека или голова с опилками, и экран телевизора. А когда появляется там 10 экранов телевизора, из них начинает говорить разное, как было во время перестройки, у человека в пустой голове происходит короткое замыкание, и он выходит из подчинения, из подчинения вот этого как бы пропагандистской машины, который демонополизирует. Хорошо, то, что касается санкций, то, что касается экономики, будет ли момент, когда россияне, вот там, те самые глубины, они почувствуют влияние санкций, или для них это, как ты и говоришь, все пройдет, а потом вдруг внезапно произойдет щелчок, и они все окажутся в проигравшей стране? Ну, пока они выдерживают это все. Опять же, у нас, когда мы говорят о санкциях, у нас снова вспоминает Советский Союз. Абсолютно разные вещи. Россия, это не Советский Союз, совершенно другая страна. Во-первых, в Советском Союзе была плановая экономика, которая в действительности не справлялась с очень большим массивом вещей. Ну, хотя бы связанный вопрос, например, с обеспечением продовольствия. В Советском Союзе, Советский Союз был импортером продовольствия, ну, например, той же пшеницы. Рухнули цены на нефть, не денег на закупку пшеницы, все, голод в стране. Это реально голод, ну, ты вот помнишь, конец 80-х, и в Советском Союзе, вообще ничего нет. А сейчас этого ничего нет. Ну, некоторые западные компании остаются, продолжают работать, импорт работает. Китайцы обеспечат, ну, хорошо, будете ездить не на японских машинах, а на китайских машинах, а на индийских машинах. Уровень подупадет, но в таком темпе они умирают, голоду не будет. Единственное, кто может организовать им хорошие санкции, это только украинская армия, и удары по нефтегазовой инфраструктуре России. Вот это серьезно. Вот это серьезно. Вот это вот шаг к распаду России. Чего ты, знаешь, бегать сразу этот, крики стали на Западе. Ой, давайте вы не будете бить. Потому что Украина подошла, нажала на болевую точку, которая в действительности очень больна, потому что многие страны на Западе все-таки считают, что Россия должна сохраниться. И не все хотят победы Украины, как украинцы думают. Ну, это тоже, как это, знаешь, рычаг давления. То есть Украина, он ощупал рычаг давления, и теперь спокойно может заявлять, ребята, это вам нужно, чтобы Россия была в целостности. Хорошо, не вопрос. Мы это не отрицаем. Но на наших условиях решите маленькую проблему. Это скажите вон россиян, чтобы забирали свои манатки на границе 91-го года, Украина в НАТО, списание долгов и так далее. Либо вы будете решать большую проблему. Украина раздолбает, например, ну, хорошо, если сейчас американцы дали оружие, а я уверен, что это тоже быстро начало решаться под ударами украинской армии, стал вопрос о том, что будет ли сохраняться транзит казахской нефти, которую качают американцы через порты Новороссийска. Сразу все начало решаться. Вот это тофтаг, и оказалось, что, знаете, вот это циничные заявы, не надо бить это гражданская инфраструктура. Ну, такое, сдохните за наш дешевый бензин. Все эти ценности оказались такими виртуальными, да, что выгодно, что не выгодно. Это очень хороший, кстати, шаг. Вот, ребята, а уничтожение, например, с Украины системно начнет выбивать компрессоры на газовых газопроводах и нефтепроводах, вот тогда начнется трындец. Насколько солдаты на фронте, вот те, которых сейчас все будет труднее и труднее, там есть несколько свидетельств набирать, да, за которых сейчас покупают и перекупают регионы друг у друга, да, для того, чтобы они подписали контракт именно на территории этого региона, а не соседнего. Насколько эти солдаты могут стать источником каких-то бурлений в обществе, ну, потому что сейчас многие говорят о том, что у них уже сейчас на линии фронта достаточно такое, настроение не самое приятное, да, а тут еще сейчас пойдут снаряды, а тут еще сейчас кассеты посыплются, да, на голову, а они будут продолжать наступать, жертвы возрастут. Насколько вот эти вот настроения могут взбурлить российское общество, настроение на фронте? Ну, знаете, я не верю, что российские солдаты, вот эти, да, контрактники или мобики, что они обладают какой-то субъектностью, в принципе, что они сами что-то могут, то есть их должен кто-то возглавить, да, кто-то, вот как Пригожин, да, вот за Пригожин пошли, его люди совершенно безропотно, и также по щелчку остановились, то есть они не обладали тоже субъектом, субъектом обладал только Пригожин, вот кто их там возглавит сейчас на фронте, я не знаю, если мы сравним ситуацию с временами Первой мировой войны, то в российской императорской армии было множество агитаторов от революционных партий, от большевиков, эсеров, меньшевиков и так далее, и они так тщательно эту армию разлагали, сейчас, конечно, никаких агитаторов нет, понятно, есть, скажем, не самые большие части интеллектуальные и самостоятельные люди, в том числе взятые из всяких нищих регионов, из тюрем, какие-то мигранты бывшие, какие-то там непальцы, кого они только не набирают, но я не вижу, чтобы там среди них был кто-то, кто мог возглавить какой-то протест, максимум, они могут что-то там снять запись о том, как их там обижают и отправить на деревню к дедушке или к Кремль к Путину, что примерно одно и то же. По-русски у меня есть еще один вопрос, ну вот, какое количество из них понимает, что, условно говоря, то, что рассказывают по телевизору, это вранье, то, что говорит Путин, это вранье, то, что говорят чиновники, это вранье, или у них вот это вот прозрение происходит как вот с этой бабой, которая губернатору Козюкину, Козякину, Козалупину рассказывала Даша, мол, типа, у меня муж погиб и все утонуло, а ты мне тут в белой рубашке рассказываешь, что происходит. То есть, только после трагедии. Смотри, в России ничего не поменялось. Открывая Салтыкова-Щедрина, там и правдивая, вот, хочешь посмотреть, что такое Россия, это Салтыков-Щедрин, вот это история одного города и все остальное. Вот где-то в каком-то этом есть прекрасная фраза, идет мужик русский бунтовать, встанет на колени и бунтует. Да, да. И бунтует, и все остальное. Ничего не поменялось, ничего там не будет. Тем более, что Путин сделал все для того, чтобы подавить любое сопротивление россиян. Он их атомизировал, он их демотивировал, вот это безнадега постоянно. То есть, нет ничего там. Он разрушил все горизонтальные связи, в России. Они системно над этим работали. Единственные перспективы могут быть, это только в этнических республиках. Причем только в двух на данный момент. Это Чечня и Дагестан. Потому что там традиционная система общества, которая построена на кланах, на тейпах, на семье. У них есть горизонтальные связи. У них есть моноэтническое население. 90% людей, которые живут в Чечне, это чеченцы. Русских все давно выгнали. То же самое в Дагестане. И у них есть экономическая база для независимости. Внешняя граница. А в Дагестане есть еще море, есть еще нефть и так далее. Все остальное, оно не будет работать. Единственное, что, опять же, когда оно валится с центра, начнется. У нас начинают до сих пор эти мифы какие-то идиотские, что Советский Союз развалился. Да не развалился Советский Союз. Советский Союз распустила Москва. Это была инициатива центра, чтобы сбросить дотационные республики, которые они уже не тянули. У них просто деньги на империю закончили. То есть единственный на самом деле путь, по-твоему, это не рассчитывать ни на какой русский народ, ни на какое его прозрение. Вообще, в принципе, убрать русский народ из любой формулы это не очень важно. Да, конфликты, конфликты в середине элит, конфликты между в проекции центр региона, вот это будет работать. И опять же, конфликт в проекции центра региона можно, Украина может спродюсировать исключительно ударами по региональной инфраструктуре. Да, да, по нефтегазовой инфраструктуре. Вот так вот. Я когда поговорил с Игорем Эйдманом, у меня осталось какое-то такое странное ощущение в психологии, это называется, по-моему, контрперенос, да, или как-то так. Когда специалист начинает чувствовать то, что чувствует пациент, мне стало как-то безумно обидно, обидно россиян, ну вот, опилки в голове, без инициативности, рабская покорность, следовать тому, что говорят по телевизору, ну как так-то? Ну, не может же быть так, чтобы все вот так вот было плохо с точки зрения отчаеческого достоинства, чувства самоуважения. А потом я понял, что на самом деле все так и есть. Пока россияне не доказали обратного. большинство, а не те несколько миллионов рассыпанных по всей России россиян, которые сейчас гонимы путинским аппаратом насилия за свою антивоенную позицию. Пока большинство россиян, ну или хотя бы статистически ощутимое число, не сказали, глядя на себя в зеркало, тварь я дрожащая или человек. Имею право не просто наорать на мэра вора, наглого и неуязвимого, а призвать его к ответу самым низовысломатым, но самым эффективным способом и мэра, и его замов, и замов их замов. Я думаю, что к прокурорам и к ФСБшникам местным ведь тоже наверняка множество вопросов накопилось в том же Омске или Кургане, да всюду, по всей России. Так что, опилки твари дрожащие или все-таки люди? Задайте себе этот запрос, глядя прямо в глаза. Зеркало. Помните, где в квартире? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok